Всем доброе утро, ребятушки! Сегодня у нас уже пятница Я проснулась, собралась Мне нужно поехать в книжный магазин Для того, чтобы поменять один из альбомов Сейчас я вам покажу их Такие альбомы купили Две штучки Аллану и Барташу Но дело в том, что я не знала, как правильно их выбирать И выбирала я их сама, без Милоша Если видите, здесь такие глянцевые листы И здесь очень красиво все оформлено Для фотографий, для того, чтобы можно было вносить какие-то записи Писать про своих родственников Как прошла первая коммуния и все остальное То есть Милошу этот блокнот понравился, вернее альбом А этот он немножечко другой И здесь больше матовые листы И получается, что здесь просто фотографии вклеиваешь Подписываешь, кто у тебя был гости Пишут пожелания гостя Милош говорит, что его нужно заменить Чтобы ребенок мог сам заполнять этот альбом А не для того, чтобы мы его купили И там надо нам это со всеми гостями как-то обсудить Чтобы каждый написал пожелания Ой, вот по дороге бегают Вот, поэтому надеюсь, что мне его поменяет Этот альбомчик И поскольку я удалила это видео Случайно То я, когда сегодня буду упаковывать подарки То я вам покажу еще раз Засниму, что мы там приобрели А сейчас едем в книжный магазин Потом нужно заехать на рынок Купить какие-то овощи, фрукты Ну и все А, еще надо заехать мне в банк И еду домой наводить порядки Возможно, что сегодня приедет пан Который нам будет устанавливать москитные сетки Но пока он еще не звонил Поэтому мне быстренько нужно съездить Чтобы ему не пришлось меня ждать Отправляюсь в путь, в дорогу В Жеромине, как всегда, припарковаться негде Около рынка все занято Пришлось встать подальше Но ничего страшного Зато место парковочное, нормальное Легко будет выезжать Потому что тут около рынка Столько машин много стоит Дорога узкая И тяжело выезжать потом Так, первым делом в книжной идем А потом за овощами Немножечко вам покажу, что тут происходит Порядки наводят, цветочки высаживают Я, кстати, очень сильно хочу купить петуньи Повесить В том году у нас была петуньи Я еще хочу в этом году Это зеленый рынок Видите, сколько тут машин И с этой стороны, и с этой Нигде не припаркуешься На улице хорошо Солнышко такое Яркое И нам прямо-прямо Вон туда, в тот магазинчик Здесь около бедренки Сделали парк развлечений Музыка играет Батуты поставили Надеюсь, вам видно Там вот палатки вот эти вот полосатые Батуты стоят Бассейн какой-то Ну, людей мало А я, честно, не знаю Как-то смешно звучит по-польски Парк разрывки Как будто пойти в парк, чтобы где-то разорвали Так, ну я, в принципе, все сделала Осталось только заехать в банк И все, и домой Все, ребятушки, я уже приехала домой И еще я приобрела Смотрите, какие петуни красивые Две такие петунии Уже пчелки прилетели Они так ароматно пахнут Такая у нас в прошлом году была петуния Я решила ее опять купить Она мне очень нравится по цвету И еще одну такую Розовую, или как сказать Купила Красота Такие цветочки большие Очень красиво смотрится Мне нравится Пойду наводить в порядке Потому что время уже 12 часов практически И надо еще подарки упаковать Все подготовить Чтобы уже в воскресенье спокойно поехать Вот она ароматная вкусная клубничка Которую я сегодня купила Килограмм стоит 25 злотых Ну, конечно, не дешево, скажем так Я взяла всего лишь полкило И взяла только из-за того Что от нее такой аромат идет клубничный Я просто не удержалась и купила Также взяла помидорчики Вот здесь их положила Такие полосатенькие Ой, как-то так засвечивает что-то И такие вот большие Огромные Тоже пахнут очень вкусно Это с какой-то фермы На рынке покупала И взяла килограмм молодой картошки Все, сейчас надо сделать салатик Покушать И заниматься домашними делами Решила немножко поскладывать пазлы И смотрите, что у меня получилось Практически все собрала Осталось совсем чуть-чуть Здесь и здесь На первый взгляд можно сказать Что пазлы эти легкие Но на самом деле не так уж легко Естественно, там, где цветы Где велосипед Где башня То можно собрать А все остальное очень сложно Потому что я бы назвала этот пазл 50 оттенков серого Оттенки маленькие Не совсем все хорошо видно А, и да, вот еще в чем проблема Сейчас покажу коробку Вот здесь на коробке Видны такие лучики, да Как будто самолет летит Или что это такое А на самом деле вживую Если присмотреться То здесь только вот здесь полосочка Все, больше нигде нет Исходя из этого тоже как бы возникла сложность Потому что все пазлы Вот видите, и здесь тень идет, и здесь А на самом деле нет этой тени Показываю Ну, в любом случае Мне пазл понравился Сейчас его дособираю до конца Может, чуть попозже Потому что надо пойти упаковать подарочки Как говорится Повторение мать учения Показываю еще раз У Милоша, у крестников будет коммуния Поскольку у Милоша два крестника И у них в один день В одно время и в одном костюле Будет проходить торжество Что я там хотела сказать? Ага Те, кто не успели посмотреть мое видео Которое я удалила Показываю еще раз Значит, Милош заказал Каждому Из своих крестников Вот такие вот часы Одни черные, одни белые Сейчас я их буду упаковывать Купила такую бумагу Бантики Сейчас все запакую Майвотч Так называются Время Что тут еще у нас? Вот все тут сзади написано Сейчас, секундочку Можно в них плавать Показывают пульс Можно выставить навигатор Также родители могут поставить Программу и знать Где находится их ребенок Ну, короче Такие вот часы Второй раз как-то снимать неинтересно Честно скажу Забываю, что говорилось Что нет Что нужно сказать Далее Здесь вот такие две коробочки Для Алана И для Барташа Ну, это считается Как обязательный подарок От крестного отца Это вот такие вот крестики Красивенькие Они одинаковые Милаш решил, что не будет покупать разные Купил им одинаковые Такие вот крестики Иисус Христос Распятый Он идет в желтом цвете Сам крестик в белом Цепочка, конечно, может показаться Что тоненькая Но Милаш заказывал через интернет Немножко ошибся с размерами Думаю, это не столь так важно Если что, то можно будет потом купить другую Просто времени сейчас выбирать уже нет И здесь вот так вот На коробочке Подпись от Милаш Это для Барташа Это для Алана Коробочки я не буду упаковывать Они и так хорошо выглядят Футляры, вернее Они такие сделаны Под кожу Красиво выглядят Так, и что еще тут И альбомы Которые я уже показывала Ну, еще раз так покажу Один альбом такой Я его показывала Такое дерево красивое Здесь для фотографии Может написать Кто был у него на коммуне Кто его друзья Как проходила его коммуне То есть полностью сам заполняет Здесь фотографии Моя мама, мой папа В общем, такие альбомы Стихи написаны Вернее, молитвы, а не стихи И второй, который я поменяла Потому что тот нам не понравился Он выглядит немножечко по-другому Вот так вот Принцип такой же Принцип такой же Здесь же тоже есть такие вот Изображения Иисуса Христа Иллюстрированный По-любому, скажем так Место для фотографий Я так понимаю, что это образы Это, скорее всего, образы иконы И, скорее всего, так и есть Здесь тоже написаны молитвы Красивый тоже мне нравится этот альбом Получше, чем тот, который я первый выбрала Но я просто не знала Поэтому Вот Иисус Христос Ангелы В общем, такие вот альбомы Место для заполнения Все, сейчас я упакую подарки Продолжу дальше заниматься Домашними делами Все, ребятушки Вот так упаковала Одни часики сразу убрала Чтоб не перепутать Где чьи Потому что для Алана будут черные А для Барташа будут светлые часы Ну, очень даже хорошо получилось Так аккуратненько Мне нравится Все Подарочки готовы Все, что необходимо Для коммунии Все готово Ой, у нас на улице Льет дождь Ой Это скотч у меня тут приклеен С 10 утра льет дождь И как-то он То припустит То закончится Как-то холодно стало А еще нам вчера приехали Сделали москитные сетки Тут неудобно как-то показать Сейчас, ребят Секунду На другом окне покажу Здесь покажу на кухне В общем, москитные сетки Теперь можно спокойно открывать окно Не переживать Сделаны они на таких вот штучках металлических В любой момент ее можно снять, помыть Естественно, она на пластиковой такой рамке И сама сетка, она довольно-таки плотненькая Ну, это, скорее всего, какой-то пластик Что-то такое И все бы было хорошо Если бы не одно Но Тот пан, который мерил нам сетки Он на два окна померил неправильно Сделал неправильные сетки Естественно, он их вчера забрал Обещал приехать сегодня Опять дождик припустил Обещал приехать сегодня Но время уже почти 4 часа дня Никто не звонит Никто не пишет Никого нет Не знаю Приедет он сегодня? Нет Скорее всего, что навряд ли Ну, в любом случае Как бы тогда в понедельник не получится Во вторник, если он не объявится То во вторник поеду к ним на офис Узнаю, в чем причина В чем проблема, что его до сих пор у нас нет А, ну и да Кто не видел То видео, которое я удалила Вот такую кормушку Кормушка-дозатор Или, как правильно сказать Заказал Милаш для Барсика Здесь контейнер для сухого корма Барсик у нас научился сам открывать И, как видите, уже опять высыпался корм Открывает сам эту штучку Представляете Поросенок Ну, он как бы не съедает корм Ему просто интересен сам процесс Открыть эту штуку И достать корм Вот Чуть-чуть ему оставлю Тут закрою Наверное, не буду я так много насыпать Я просто первый раз насыпала совсем чуть-чуть А второй раз корм убирала Как бы, чтобы он не мешался На кухне И решила, как бы, всыпать Побольше корма Ну, поскольку он балуется И играется Ему интересен сам процесс открыть Закрыть там То, наверное, придется мне корм убрать с контейнера Чтобы было совсем чуть-чуть А здесь водичка у него Ну, такая поилочка Все знают Единственное, знаете, о чем я подумала Почему они сами, как бы, не придумали какую-то бутылочку Получается, там мы купили воду в маленькой бутылочке Для того, чтобы барсику поставить сюда Могли бы уже и бутылку сделать Контейнер-то сделали В общем, вот такая штучка у нас Ну, еще раз покажу свои петунии Я их вчера повесила Они тут себя прекрасно чувствуют Радует нам глаз, как говорится На улице темно Ничего не видно Это моя любимая петуния Я еще в прошлом году влюбилась в эту расцветку И поэтому в этом году Купила точно такую же Дождик идет и идет Все, ребятушки На этом я, наверное, с вами попрощаюсь В этом видео Попрощаюсь в этом видео Потому что мне нужно еще доделать Кучу домашних дел Вот, также я планирую, скорее всего Сделать какой-то себе маникюрчик сегодня А завтра нам рано вставать Собираться и ехать на коммунию В понедельник тоже Есть уже дела Тоже будем в дороге Поэтому нужно сегодня максимально успеть все сделать дома Потому что завтра мы вернемся, скорее всего, ближе к вечеру Ну и, естественно, уже вечером вряд ли я что-то буду делать дома Еще в планах было сегодня пойти покосить траву Потому что, ну, благодаря погоде То солнышко, то дождик Травка очень быстро у нас растет Но, как видите, дождь Сказал мне, нет Иди делай ногти Делай ноготочки, Оля Все, всем хорошего просмотра Хорошего настроения Папа, бузячки До новых встреч Пока Продолжение следует...